В комиссию Сайма по сплочению общества поступила просьба проанализировать необходимость аннулировать вид на жительство в Латвии сатирику Михаилу Задорнову, уроженцу Юрмалы. Он относится к Латвии с ненавистью. Я думаю, есть все основания для такого решения. Необходимо оценить все его высказывания, насколько они приемлемы. Согласно мировоззрению этого человека, СССР и тоталитарный режим – это хорошо. А Латвия, как считает и Путин, это результат геополитической катастрофы. Следовательно, таким людям в Латвии делать нечего. 25 марта комиссия обсуждала возможные запреты на въезд в Латвию лиц, которые публично выражают поддержку действиям России и на Украине. Наиболее активно за введение такого запрета высказался представитель весула ответа БДНЛ Дзинтерс Расничс. Он заявил, что речь идет о людях, которые активно занимаются пропагандой войны и иностранцах, поддерживающих, цитирую, агрессию в Крыму. В основном это граждане России, и вопрос о запрете им въезжать в Латвию должен быть рассмотрен в ближайшее время. Несколько представителей общественности выступили в поддержку президента Латвии Андриса Берзинша, в адрес которого в последнее время было высказано немало критики. В сети распространяется призыв подписать письмо в поддержку главы государства и отсылать его на адрес электронной почты parpresidentoathotmail.com. По мнению инициаторов акции в поддержку президента Латвии, в последнее время в СМИ и социальных сетях проявляются попытки вменить президенту в вину его манеру общения и коммуникации. Но хочется напомнить, что все люди в мире разные, с различными темпераментами, они отличаются друг от друга чертами характера и поведения, поэтому большая часть выдвинутых к президенту претензий неуместны, либо даже глупы сказаны в письме. Также упреки президенту в том, что приглашение президенту России посетить Латвию все еще в силе, свидетельствует о непонимании построения межгосударственных отношений и полном незнании дипломатического этикета. Как указывают авторы инициативы в поддержку президента, Андрес Берзиндж – человек с головой на плечах, который не пляшет под чужую дудку, имеет свое мнение и видение ситуации. Напомню, ранее в социальных сетях стали распространять письмо, которое подписали 400 человек, недовольных поведением Берзинджа в контексте российско-украинского конфликта. Американский сенатор Джон Маккейн во время визита в Латвию, который состоится предположительно на будущей неделе, встретится с министром обороны Раймонда Вейнисом и в сопровождении командующего НВС Раймонда Граубе посетит адресскую военную базу. Скорее всего, встреча пройдет 15 апреля. Маккейн прибудет в Ригу с делегацией сенаторов республиканской партии, но пока неизвестно, сколько человек в ней будет. Как уже сообщалось, в марте Маккейн посетил Украину, после возвращения призвал пересмотреть отношения США с Россией и с президентом России Владимиром Путином и в конце концов увидеть его, цитирую, таким, каков он есть. Маккейн является одним из тех должностных лиц США, в адрес которых Россия ввела ответные санкции в связи с событиями на Украине. Депутат Сайма Артис Пабрикс посетил Рижскую Агенсканскую государственную гимназию и Рижскую первую государственную гимназию, чтобы обсудить со школьниками безопасность Латвии в связи с событиями на Украине. Чтобы не допустить того, чтобы судьбу детей решал кто-то другой, нужно активно интересоваться политикой. Демократическому государству необходимо образованное общество, сказал Пабрикс школьникам. Депутат также призвал детей подумать о том, могут ли они оказать не только моральную поддержку, но и пожертвовать часть доходов своих родителей на безопасность Латвии. Санкции Евросоюза против России временами очень медленны и беззубы. Решение о санкциях нельзя принимать быстро. В связи с этим мы должны чем-то пожертвовать и за что-то заплатить больше, сказал Пабрикс. Экс-министр обороны также добавил, что национальные вооруженные силы Латвии профессиональны, но им не хватает финансирования. А если латвийских военных недостаточно финансировать, последствия могут быть необратимыми. Латвия может делиться с Украиной своим опытом относительно преодоления кризиса, обеспечения стабильности в стране, а также реформирования налоговой системы. Но, несмотря на такую своего рода поддержку этому государству, Украину есть и в чем упрекнуть. Такое заявление в интервью радиостанции «Болтком» сделал руководитель группы Сайма по усотрудничеству с парламентом Украины Илза Винкеля. Я думаю, основная ошибка или то, в чем Украину можно упрекать, и это очевидно и будет делаться, и будет анализироваться, это то, как Украина сама поступила с властью. Что они сделали с теми ресурсами, которые принадлежат всему народу, как политическая элита, коррупция, ужасная прихватизация. На вопрос о том, как и каким именно опытом с Украины намерена делиться Латвия в вопросе формирования языковой политики, Винкеля не ответила. 10 апреля исполняется 100 дней с момента вступления Латвии в еврозону. Переход с латовой валюты на евро осуществляло Министерство экономики, государственная полиция и предприятие по оказанию охранных услуг G4S, работу которых оценила и Европейская экономическая комиссия. Об этом в интервью Микс ТВ рассказала руководитель проекта по введению евро в Латвию Датци Калсене. Эта практика также оценена со стороны Европейской комиссии, где именно вчера был также выпущен последний доклад о техническом введении евро в Латвии, ну именно техническом процессе, и там была также оценена работа государственной полиции, где была именно сказана благодарность за то, что был эскорт наличных денег дополнительно охрана и сотрудничество с Банком Латвии, с коммерческими банками и также с коммерсантами. По словам главы государственной полиции Инца Кюзиса, работа полиции уже с июня 2013 года была ориентирована на оценку рисков, которые могут возникнуть при введении евро. Кюзис в интервью Микс ТВ рассказал о том, как проходила доставка евро в Латвию. Организация работы была такова, что бумажные деньги приходили с воздуха, а монеты приходили по воде. И соответственно, государственная полиция принимала участие при разгрузках, приогрузках и эскортировании до Центрального банка. И потом, соответственно, уже из Центрального банка они были доставлены по регионам. Такая примерно была организация работы практически до введения евро уже давно. Все деньги были уже на местах и были готовы уже к использованию. Как отметил Кюзис, при переходе на евро не зарегистрировано вооруженных грабежей. Было несколько случаев, которые можно классифицировать как мошенничество, но все виновные уже задержаны. Не было также нападений на инкассаторов, банки и банкоматы, случаев подделки денег. Возраст неоправдания и имманскому педофилу, поиски которого пока не увенчались успехом, грозит жесткое наказание даже в том случае, если он окажется несовершеннолетним. Об этом в программе «Разворот» радиостанции «Болтком» рассказал глава Латвийского общества юристов Рихард Вунка. При этом юрист признал, что к молодому преступнику может быть применено более мягкое наказание. В любом случае это никак не уменьшает его вины. Получается, что человеку 17,5 лет или 18,5 лет, его самосознание на периоде одного года-то меняться практически не будет. Оно какое было, такое и есть. Юрист также отметил, что если подтвердится информация о том, что молодого преступника скрывают родные, наказаны будут и они. Если успешно будет проведен сбор доказательств, то тяжелое наказание для такого человека неминуемо. Пускай он даже будет несовершеннолетним, да, он просто будет, скажем, в какой-то степени легче, но все равно будет очень строгим. И оно, я уверен в своем большинстве, ну, конечно, один процентик надо всегда оставить, да, но я уверен, что оно будет связано с тюремным заключением для такого человека, потому что он опасен для общества. То есть в тюрьме человек должен не только исправляться, но туда должны помещаться люди, которые на данный момент могут принести больше вреда на свободе, да, то есть он уже должен быть чисто по этому критерию изолирован. Напомню, полиция продолжает активные поиски педофила из Иманта, жертвами которого стали четыре девочки. В полиции предполагают, что преступник молод, ему может быть от 15 до 20 лет. На данный момент проверено уже более 100 мужчин, имеющих сходство с распространенным фотороботом. В свою очередь, начальник госполиции Инскюзис уверен, что рано или поздно иманского педофила удастся задержать. Это лишь вопрос времени. В среду 9 апреля вступили в силу поправки к уголовному закону, который предусматривает уголовное ответственность за торговлю новыми психоактивными веществами. После полуночи полиция провела первые рейды по местам торговли спайсами. Во время рейда задержан один торговец, остальные лавки были закрыты. Как заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис, поправки к закону позволяют органам правопорядка эффективнее бороться с торговлей психоактивными веществами, которым применен временный запрет, и наказывает торговцев. В МВД продолжают работы над дальнейшими поправками, которые будут содержать всеобъемлющие определения психоактивных веществ и полный запрет на их оборот, в том числе и таких, которые только что появились в Латвии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова